Привет, друзья! Это Егоров. Ну что ж, поздравляем Тудрот с победой во втором сезоне МФЛ. Второй титул. Тудротс выиграл в серии пенальти, что вполне логично, потому что у Родины Медиа команда, которая больше играет на вынос, команда, которая больше борется, команда, которая больше рубится именно. А тонко обыграть вратаря во время булита, вот это пока Родине не то, чтобы сильно доступно. Он просто создает тишину величия. Дроты забивали, а Родина мазала, мазала и мазала. Точнее, все тащил Великий Сычев. Дима Сычев тащит, я думаю, что сейчас в чате творится примерно следующее. Все пишут о Великий Сычев. Прежде чем продолжать, давайте считать. Самые популярные каналы есть, самая популярная телега и вообще самые популярные личности медиа в футболе. Тоже есть и, по идее, самые сильные футболисты. Но как достигается успех поэтапно? Все дело в том, что в команде может быть стрёмная атмосфера. Ну это как конвейер, когда ты приносишь пользу, чтобы все супер, все круто, как ты чуть сдаешь, тебя меняют. Вот, поэтому это шоу-бизнес, я это так понимаю. Кому-то не хватает бабла, кому-то не хватает игрокового времени, кто-то постоянно жалуется, что не выходит. Срачи, 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 нулевая мораль, и в итоге все заканчивается плохо. По поводу своего стартового состава, это сугубо решение тренера, я не могу в это лезть. Конечно, неприятно, обидно, да, где-то в тильт вхожу. Если посмотреть на нынешний Тудроц, то люди, которые сидят на бровке, которые практически не имеют шанса выйти на поле, они не выкладывают посты, какие президенты команды плохие, они не выкладывают посты, что к ним плохо относятся. Нет, они стоят и рыдают во время того, как их команда исполняет пенальти. И они же рыдают, когда команда выигрывает. В общем, по всем параметрам, исторически, что у Тудроц есть определенный стиль, который они выдерживают и который они развивают, что у Тудроц есть старички, которые всегда в команде, и поэтому есть своя философия, незыблемый авторитет Жеки и Некита, плюс ко всему яркий тренер и сейчас уже сильные футболисты, которые реализуют себя в медиа. Этот год полностью их, и это великий год Тудроц без единого вопроса. Тем не менее, самой яркой звездой этого матча стал даже не Гудай, который забил победные пенальти, стал даже не Сычев, который сделал два сейва в серии, и еще один раз можно тоже назвать сейвом, когда он схватил за ногу игрока Родины и Хантера, и не дал ему пробить. Главным героем стал судья, конечно же, Дмитрий Жилинский. И вот два его ключевых действия в этом матче. Пенальти в ворота Родины Медиа! Итак, первый тайм. Тудроц делает подачу штрафную. Счет 0-0, у Родины больше моментов, и мы можем даже вспомнить один эпизод, когда мяч чуть не закатывается в ворота, и его на линточке ловит Сычев. Так вот. Ты посмотри, как он сориентировался в таком сложном эпизоде. Мяч после рикошета полетел в другую сторону. Родину больше атакуют, у Тудроц появляется возможность. Идет подача с фланга. И в этом эпизоде сразу мы видим, что Гаучо находится в офсайде. Кто-то скажет, что он не принимал участие в эпизоде, но все равно защитник играл по нему. То есть, в принципе, у бокового судьи была возможность поднять флажок, либо при просмотре ВАР тоже сказать, что там был офсайд. Если очень захотеть. Вторая фаза. Талапка движется к мячу. Причем он движется к мячу прямой ногой, и даже скорее в сторону, пытаясь заблокировать соперника. С другой стороны, футболист на спорте. Также движется к мячу, а это Алекс. И бьет по нему. Но не успевает, и происходит соприкосновение. Талапка вот так, Алекс вот так. Вот так вот происходит контакт. И непонятно, кто здесь первый на мяче, потому что мяча никто не касается. Такая могла быть логика у судьи. Но Жилинский идет смотреть ВАР и говорит... Так, я что вижу? Здесь оба игрока тянутся к мячу. Игрок Тудроц первый к мячу тянется, а игрок в белой форме попадает ему по ноге. Для меня это фолл, 11-метровый удар. Пенальти ворота Радин и Медиа! И я абсолютно уверен, что будь на месте Жилинского любой другой судья, он бы подумал, у меня есть две причины, почему я не должен ставить пенальти. Ну, как минимум две. Я могу скрасить этот эпизод, и не будет ни одной предъявы. Я могу позволить командам спокойно играть дальше. И будет все хорошо, никто не обратит внимания на этот эпизод. Ну, забудут его, и все. Но Жилинский всегда был, будет и хочет быть главной звездой. Поэтому пенальти он ставит, чтобы Жилинского потом как раз обсуждали. Если честно, я посмотрел перерывы момента, и я как бы остался при своем мнении. Поэтому нельзя говорить о том, что что-то вернул или еще. Нет, я как видел, так и судил. Ставит, и молодец. После этого начинается, естественно, шатание, дрязги и оскорбление. Это что за пенальти оттенут игры, пенальти, вы убиваете на пенал. Вы пенальти оттенут игрой, пенальти оттенут игрой, пенальти оттенут игрой. В пенальти Тудроц реализован, и в перерыве Текила произносит еще одну пламенную речь, где напрямую обвиняют Кузнецова в том, что он советует своим игрокам подставляться и падать. Мне сейчас сказали, что тренер Тудроц специально говорил, подставляйтесь, подставляйтесь, но значит он что-то знает. Потому что, когда они гол праздновали, мы подошли к суде, и судья уже сам плыл. То, что там его душили, и то, что он поставил в пользу Тудроц, это понятное дело, просто он испугался и все. Кузнецов же говорит, ты, подонок, зачем меня вот так вот провоцируешь? Я говорил, просто подставляйтесь в центре поля. Вот что говорит Кузнецов. Я здесь говорю, мяч, 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 мяч. И второй тайм вроде бы начинается так же бодренько, без особых опасных моментов. И кто главным героем становится? Опять же Жилинский. Потому что в ничего не стоящем эпизоде после подачи Дехтер падает и изображает вселенскую боль. Дехтер падает. Ой-ой-ой, что там с ним? На повторе становится видно, что действительно, Алекс Тиль вот так вот бежит, и Дехтеру попадает куда-то в район лица. Хотя мяч еще не в этом эпизоде, вообще до Дехтера он потом только долетит. Ну то есть такой эпизод можно не ставить. Можно найти сто причин, чтобы не ставить. Но Жилинский подходит к экрану и... Вот, попадает ему по подбородку. Для меня это пенальти. На это опять накладывается очередная порция срача. Сразу две желтых дают. Ну, даже, 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 даже совесть имеют. Ну, вроде бы, счет 1-1, там пенальти 50 на 50, здесь пенальти на 50 на 50. Все нормально. И все тихонечко идет к ничьей. Только на последней секунде у Дротов возникает супер момент. Корж мог просто хоронить родину. Удар получился после скидки Гаучу абсолютно классным, но мимо. И вот так матч закончился на ничью. В принципе, абсолютно логичный результат. По моментам плюс-минус полное равенство. Видно, что у Дротов пока не готов кутуз. Видимо, тогда после болезни он вышел, у него было больше сил, а потом, может, он разболелся и в матче финальном практически не принимал участие. А что касается родины медиа, то у них сломался берюк в какой-то момент. У него там то ли ноги сводил, то ли просто он устал. И не получилось, в общем, у него ничего в концовке матча. А без него у родины шансов забить нет, потому что в основном там такие вот костоломы бегают. Смотри за этим отбором. Мана теряет... Смотри, но у муком какой вразрез. Ты что творишь, берюк? Ты лучший крок на земле, что ли? Вот так вот все пришло к серии пенальти, о которой говорить особо нечего. Уже друзья. Ну, потому что, действительно, в Тудроц футболисты, которые выходили бить булиты, намного техничнее и намного лучше работают с мячом, чем футболисты, те, которые были у родины. Потому что там либо защитник, либо Сильченко, который такой мощный форвард, достаточно прямолинейный. Более хитрая команда выиграла. Ну, а Сычев, к сожалению, опять не взял пенальти. Ну, там штанга была. Но булит их потащил. В общем, ребята, Тудроц победы. Еще раз повторю, это был их год. Они красавцы. И абсолютно заслуживают по всем параметрам второе золото. Я, конечно, ради интриги это где-то подспудно поддерживал родину. Но все по-честному. Кузнецова с победой, Жеку Некита с победой. И всю эту секту или семью тоже с победой. Вот несколько их слов. Послушайте, как они счастливы. Ну, а я с вами прощаюсь. Был Егоров. До следующих выпусков. Пока. Чемпионы, чемпионы. Оле, оле, оле. Мы двухратные чемпионы. Вот. Я вас всех люблю. Я ухожу. Ом. Оzugenis. Оэг Herr Hammond! ГРАССТУ! ГРАССТУ! ТУДРАЗ!